Продолжение следует... Потому что, как вы понимаете, это, естественно, вообще в целом безопасность Родины. Вы, наверное, тоже успели уже походить по выставке и увидеть, что наша Россия не оскуднела ни умами, ни руками. И люди создают абсолютно четко замещающую, конкурентно способную продукцию, замещающую иностранные образцы. Ну, в данном случае, если взять наш стенд Санкт-Петербурга, который я представляю в данном случае, то там, например, есть уникальный аппарат, не хуже, подчеркиваю, иностранных аналогов, но дешевле. Аппарат искусственного дыхания, который уже, насколько я... Если мне не изменяет память, работает порядка в 20, по-моему, регионах, и где-то 100 версий уже выпущено этого аппарата. И врачи, а это очень консервативный, в хорошем смысле, класс потребителей, доволены. Вот и все, вот то, что сделал наше, так сказать, производственное объединение «Красногвардейцы». И я еще раз подчеркиваю, вот сейчас была презентация возможностей, значит, муниципального поселения, значит, Московской области соответствующей, когда люди говорят о переходе на метан. Действительно, это новый вид топлива. У нас существует соответствующая государственная программа, и мы должны как раз по этому поводу и в этом плане идти. В Питере тоже существует такая программа по переводу городского транспорта, в первую очередь автобусного. И мы, между прочим, кстати, действительно сейчас делаем и закупки соответствующие строительства станций для того, чтобы заправляться вот этим дешевым и, ну, скажем так, экологичным видом топлива. У нас работает достаточно приличное количество иностранных компаний. Если, например, брать Санкт-Петербург, то вот в автомобильном кластере, так называемом нашем, который сегодня существует, это и Ниссан, и Хонда, и Тойота. В силу, насколько я понимаю, все-таки политических причин временно заморожена производство General Motors, ну, я думаю, что они в любом случае либо вернутся, либо, соответственно, ну, значит, будут предоставлять эти площади другим автопроизводителям. Смею вас заверить, желающие на сегодняшний день есть. Если брать фарму, то, пожалуйста, сотрудничество с компанией Bayer, крупнейшей. Сотрудничество с компанией американской номер один из списка, с нашей же фармацевтической компанией, которая у нас на территории особой экономической зоны присутствует. Для того, чтобы она сотрудничала с нашей компанией, значит, и подписала соответствующее соглашение, американцам пришлось, извините, обращаться даже в Госдепартамент и, поборов их, подписать соглашение у нас в самом начале этого года в Смольном. И вот эти проекты мы можем дальше продолжать. Например, Буш-Сименс, производство холодильников, извините, стиральных машин. Примерно такие же образцы я могу сказать и по своим соседям, по нашим коллегам, значит, из Ленинградской области. А, Кнор Бремза, громадная компания, которая сегодня построилась у нас в одной из промышленных зон, вот Ржевка, создала производство по изготовлению определенных, так сказать, запасных частей, там, заменных частей и так далее, и так далее, для, значит, сапсанов и остального оборудования. Могу сказать, что десятки миллионов евро были вложены собственникам этой компании, который, как вы понимаете, абсолютно, так сказать, не испугался ни тех санкционных мер, он пришел и сделал производство. Кстати, хочу сказать, что когда вот сейчас я был в Гамбурге на очередной, такой очень большой, масштабной международной светостроительной выставке, был ряд переговоров, и я нашим немецким коллегам сказал следующее. Когда они начинали говорить о том, что, ну, вы понимаете, существует определенная политическая обстановка, там, санкции и прочее, я говорю, коллеги, это у вас существуют санкции. Если вы хотите выпускать некую продукцию, приходите к нам. Только единственное есть еще условие. Мы ушли теперь от отверточной сборки. Мы сами теперь можем очень много чего произвести. Но, конечно же, есть отрасли, в которых вы ушли далеко, скажем так, или мы не успеваем пока еще у вас. Давайте мы сделаем, скажем так, сложим наши усилия, наши компетенции и получим некий синергетический, так сказать, эффект. Приходите и делайте эти производства. У нас санкции для вас? Нет. Пожалуйста. Только это будет наше с вами совместное производство. Тогда, во-первых, будет и минимизация ваших расходов, и выход на наш рынок стопроцентный, потому что произойдет нормальная, хорошая локализация. Как правильно заметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Николаевич, на самом деле слово импортозамещение надо заменить конкурентоспособность. Конкурентоспособность это лучше звучит, потому что Россия всегда была и остается конкурентоспособной страной во всем мире. Вот мне хочется вспомнить слова Валентина Гафта. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намерен навредить, кто наши планы разрушает и нас обидит норовить. Вот именно вот, слава богу, что мы в последний момент просыпаемся. Просыпаемся и оказываем достойное сопротивление. И сегодня вот то, что я увидел, вот эта великолепная организация работы, вот мастера, вот увидел деревообрабатывающий станок, ничем не хуже импортного станка. В общем, если мы хотим, мы можем. Поэтому хочу пожелать всем работающим людям, чтобы они не боялись и не думали, что импортные лучше, наши лучше. Просто надо верить в себя и идти вверх к новым победам. Это не рыба, это красотища, дорогие друзья. Это Россия, это куст, это аромат, это красота, это прелесть. Нас с санкциями не возьмете. Дорогие Запад и Восток, Россия великая страна, у нас есть все. Мы сами себя прокормим. Дорогие Запад и Восток